Футбол – это игра, которая объединяет людей. Но сегодня мы поговорим о темной стороне этой великой игры, о случаях, когда эгоизм на футбольном поле разрушал командный дух и отношения между одноклубниками. Нет ничего хуже того, когда внутри командной гармонии просачивается эгоизм, который разжигает неприязнь между отдельными игроками. В этом видео я расскажу о трех подобных историях с конкретными примерами вражды. Почему Неймар и Мбаппе никогда не уважали друг друга, как итальянский Криштиану Роналду превратился во второго Марио Балателли из-за одного пенальти, а также как всего один матч в конце сезона разрушил дружеские отношения Ибрагимовича и Челханаглу. Ибрагимович скоро вернется на поле. Барса наняла полицию для защиты своих игроков от тиктокеров. Педри заявил, что мечтает стать лысым, а клуб Енисей подписал контракт с бездомным котом Левой. Все забавные и горячие новости вы можете увидеть в моем телеграм-канале «Жизнь футбол». Если вы хотите быть в курсе всех футбольных матчей и их результатов, то добро пожаловать во второй канал. Ну а в третьем канале вы можете поднять себе настроение просмотром футбольных мемов. Досматривайте видео и переходите в телеграм. Увидимся там. Ну а сейчас я желаю вам приятного просмотра. Раньше мы могли только предполагать, но сейчас можно с уверенностью заявить, что Неймар и Мбаппе недолюбливали друг друга, когда выступали в Париже. Это косвенно подтверждает сам бразилец. Если вы следите за моим телеграм-каналом, то очевидно знаете, что Неймар бесконечно лайкает посты, где простые фанаты или СМИ критикуют Мбаппе и, в частности, руководство ПСЖ. Вот буквально в феврале Ней лайкнул запись, где было сказано следующее. Чтобы не потерять любимчика, ПСЖ стал продавать тех, кто не разделял взглядов Мбаппе и подписывать французов, которых он просил. И после того, как все пожелания были выполнены, Мбаппе сообщил, что покинет ПСЖ по окончании сезона. То есть Ней своим лайком как бы намекает, что из ПСЖ он ушел именно из-за Мбаппе. Но да ладно, а что насчет эпизодов, которые могли увидеть обычные зрители во время матча? Таких моментов масса, но мы поговорим о том, в котором Киллиан оскорбил Неймара перед телекамерами. Случилось это в сентябре 2021 года, когда Монпелье приехал в гости к ПСЖ. Сперва в одном из моментов игры Мбаппе вскружил головы соперникам, но не отдал мяч Неймару, из-за чего они врезались друг в друга, и эпизод был закончен ничем. А теперь посмотрите на лицо Нея. Он был невероятно зон на Киллиана, а сам француз улыбался из-за упущенного момента. Но во втором тайме случился обратный инцидент. Игроки ПСЖ вышли один в три, где с мячом был Неймар. Бразильцу надо было просто покатить на Ди Марию или Мбаппе, но вместо этого он сделал не пойми что и попросту потерял мяч, упустив возможность забить в таком убойном моменте. Мбаппе тут же психанул, что было видно по его реакции после того, как Неймар потерял мяч. Почему Неймар не дал пас Мбаппе? Это надо спрашивать самого бразильца. Но спустя несколько минут тренер снял Киллиана с игры, и уже находясь на скамейке, Мбаппе, не сдерживая эмоций, раскритиковал Неймара, жалуясь Идриса Гуе. «Какой он глупый! Этот идиот никогда не пасует мне, если я нахожусь рядом!» Эти слова Мбаппе сразу после матча были расшифрованы специалистами, и сделав уже 10 роликов про диалоги футболистов, я уверен, что Мбаппе намеренно сделал так, чтобы его слова были расшифрованы. Футболисты не дураки, и они понимают, что за ними следят на протяжении 90 минут. Особенно это касается популярных футболистов, а поэтому в подобных случаях они прикрывают рот рукой, чтобы никто не мог прочитать их слова. И как я говорил ранее, это не единичный случай. Они очень часто ссорились из-за того, что один не отдал пас другому. В 2022 году они и вовсе рассорились из-за того, что каждый очень хотел пробить пенальти. Уверен, что в будущем появится еще больше интересных подробностей, ведь Неймар посредством своих лайков продолжает намекать нам на то, что их взаимоотношения с Киллианом были совсем недружескими. Вот буквально в феврале Неймар лайкнул пост о том, что в этом сезоне он забил за ПСЖ больше голов, чем Усман Дембеле, тем самым патролив не конкретно Мбаппе, а все руководство ПСЖ и их трансферную политику. Знакомьтесь, это итальянский полузащитник Давидо Лансафами, и он должен был стать итальянским Криштиану Роналду. Нет, я не шучу, об этом в 2008 году заявлял отличный тренер Антонио Конте, который в конце нулевых тренировал Лансафами в клубе Барри. Вот только вторым Криштиану ему было не суждено стать, ведь в апреле 2013 года Давидо учудил такое, за что его вышвырнули сразу из двух клубов. Обычный матч чемпионата Венгрии. Печь принимает у себя дома Гонвет, за которой выступал Лансафами. В общем, ничего не предвещало беды. Но все изменилось на 50-й минуте игры, когда гости получили право на пенальти. Леандро Мартинес, заработавший 11-метровый, намеревался исполнить его самостоятельно. Но Давидо Лансафами пришел в бешенство от действий своего партнера. Он не просто просил Мартинеса отдать ему мяч, а прямо выхватывал его из рук партнера. Другой одноклубник хотел успокоить Давидо, намекнув, чтобы тот оставил пенальти Леандро. Но Лансафами просто-напросто оттолкнул своего партнера. Тренер Гонведа на весь стадион начал орать на Давидо, чтобы тот прекратил этот цирк и оставил мяч партнеру. Но Лансафами игнорировал даже своего тренера. Без пенальти будет именно он. Так решил второй Роналду. Судье даже пришлось показать Мартинесу желтую карточку по причине того, что он продолжительное время не ставит мяч на точку. Но самое удивительное, что Давидо избежал предупреждения. Но даже желтая карточка, показанная его партнеру, не утихомирила игрока. Он снова пытался вырвать мяч из рук Леандро. Главный тренер в тот момент чуть сам не выбежал на поле, но в итоге это шоу прекратил судья. Он наконец-то подошел к Лансафаме и показал ему желтую карточку, которая стала для него второй. Да-да, Давидо из-за своих идиотских действий получил красную карточку и был вынужден покинуть поле. Уходя со стадиона, он также иронично поаплодировал то ли арбитру, то ли партнеру, то ли главному тренеру. Скорее всего, его месседж был адресован всем. Но уходить с поля он не спешил. Он начал кричать на тренера, а затем подошел к Леандро и стал тыкать пальцем в его сторону. И только когда судья намекнул ему, чтобы он наконец убрался с поля, тот побрел в сторону под трибунного помещения. Перед этим еще демонстративно сняв футболку, видимо своим поступком намекнув, что за эту команду он играть не будет. К слову, Мартинес успешно реализовал 11-метровый, тем самым оформив дубль в поединке, что самое забавное, Лансафаме наблюдал за ударом своего партнера, остановившись около выхода. Тут все понятно. Это был невероятно неспортивный поступок, акт высокомерия. Он проигнорировал тренера, поссорился с одноклубниками, подставил команду, получив красную карточку и не хотел отдавать своему партнеру пенальти. А ведь это увидели как зрители у экранов, так и фанаты на стадионе. Руководство Ганведа не оценило поступок игрока и досрочно разорвало арендное соглашение с игроком. Да, на тот момент Давида был в аренде в венгерском клубе. В итоге Лансафаме был вынужден вернуться в итальянскую катанию. Но и там его, видимо, не приняли. Катание разорвало с ним контракт в октябре 2013 года. То есть тогда, когда трансферное окно было закрыто. К сожалению, мне не удалось найти причину таких действий, ведь на самом деле клубы очень редко разрывают контракты в разгар сезона. В итоге новый клуб он нашел только спустя год. В августе 2014 года он перебрался в итальянскую Перуджу. Вот так вот итальянский Криштиану Роналду и превратился во второго Марио Балателли, отметившись эгоистичным поступком в будничной игре чемпионата Венгрии. И хоть это не ролик про разговоры футболистов, но в этом случае их будет очень много. Вернувшись в Милан в 2020 году, Златан Ибрагимович даже представить себе не мог, что в команде найдется человек, который будет его откровенно бесить. И это без всяких сомнений турецкий полузащитник Хакан Челханаглу. Самый жаркий эпизод случился под конец сезона, когда Милан принимал у себя дома Беневенто. В тот момент фанаты все еще не могли прийти на стадион, а поэтому разговоры футболистов были прекрасно слышны с обычной трансляцией. В один из моментов игры Ибра крикнул Хакану «Дай мне этот ебаный мяч, окей? Дай мне мяч!» Поначалу зрители не поняли, с чем связана такая бурная реакция Ибры, но чуть позже все стало понятно. Челханаглу снова не отдал пас шведу, покатив на Лиау. Ну а Ибра вновь сказал турку «Ты спишь? Отдавай мне мяч, чувак!» И это еще не все. Во время следующей атаки Ибра крикнул Челханаглу «Я сзади!» Но вместо этого Хакан навесил штрафную на Лиау, и тут Ибрагимовича прорвало. Б***ь! Хакан! Я не понимаю тебя! Я вообще нахуй не понимаю тебя! Слова Златана прекрасно были слышны обычному зрителю, вот послушайте. В общем, Ибра всю игру критиковал Челханаглу за то, что тот не отдает ему пас. И именно после этой игры Ибра и Челханаглу, как кажется, возненавидели друг друга. Хакан сразу после матча отписался от Ибрагимовича в социальных сетях, а позже опубликовал пост с довольно неоднозначной подписью. Когда эти люди слишком много болтают. Все сразу поняли, что это намек на то, что Златан запорол несколько моментов в последней игре против Беневента, а сам постоянно критиковал турка. Поговаривают, что даже после матча у них случился конфликт, и партнерам пришлось успокаивать игроков. Но на этом еще не все. Ровно через месяц Челханаглу перешел в стан злейшего врага Милана «Интер». Тишина продлилась ровно год. Но самое интересное, что в следующем сезоне Милан выиграл чемпионство, и тогда оба футболиста снова дали себе знать. Сперва Ибра на чемпионском параде, как говорится, забайтил фанатов Милана, попросив их отправить сообщение своему бывшему партнеру. Ну а фанаты, недолго думая, назвали Челханаглу сыном женщины легкого поведения. Думаю, вы меня поняли. И уже спустя месяц Хакан заявил, что Ибра никак не помог Милану выиграть Скудетта. Златан просто любит внимание. Он не способствовал победе Милана в чемпионате. Он почти не появлялся на поле. Но при этом пытается быть в центре внимания. В июне 2023 года Златан Ибрагимович завершил карьеру, а уже в декабре того же года снова вспомнил своего бывшего партнера. Это может прозвучать грубо, но он воспользовался трагической ситуацией с Эриксоном. У него не было предложений ни от одного клуба, кроме Милана, пока не произошла трагедия. Этими словами Ибра напрямую говорит, что в Интере Челханаглу оказался только из-за того, что Эрикссон перенес остановку сердца и продолжительное время не мог играть за Интер. В общем, есть огромная уверенность, что их взаимоотношения были разрушены именно после того матча с Беневенто. Хотя, если вспомнить недавние слова Челханаглу, где он говорит, что является лучшим полузащитником в мире и Родри с Кроссом хуже него, то, кажется, тут все понятно. Два самоуверенных и высокомерных футболиста никогда не уживутся в одной команде. Друзья, видео подходит к завершению, а это значит, можно блеснуть своими футбольными знаниями. В прошлом видео я задал вам вот такой фотоопрос. И вот список случайно выбранных людей, которые верно на него ответили. Ну а теперь самое время попробовать ответить на новый фото вопрос. Вам необходимо угадать 4 национальные сборные по футбольным клубам, в которых играют эти игроки. Ну а для усложнения задачи вы будете видеть лишь вратаря и одного или двух атакующих игроков. Друзья, если вы досмотрели видео до этого момента, то оно, вероятно, вам понравилось. И поэтому я хочу попросить вас подписаться на канал и обязательно нажать на колокольчик. Этим действием вы поможете продвижению канала и будете получать уведомления самыми первыми. Ну а на этом я с вами прощаюсь и советую посмотреть ролики, которые через несколько секунд появятся на экране. Субтитры сделал DimaTorzok